Могут ли иностранцы оформить недвижимость в Таиланде в собственность? Да, могут. Итак, в Таиланде есть всего два вида недвижимости, которые покупают иностранцы. Первый вид — это кондоминиумы, это жилые комплексы с большим количеством квартир и с инфраструктурой. Такие жилые комплексы оформляются в две формы собственности. Первая форма собственности называется freehold, это полная собственность, купил мое навсегда. Вторая форма собственности называется leasehold, это аренда на 30 лет с двумя продлениями по 30 лет, итого 90 лет. Почему они возникли в одном типе недвижимости? Потому что есть закон о кондоминиуме в Таиланде 1978 года, в котором 49% площадей в кондоминиуме могут быть проданы иностранцам в полную собственность. 51% должны оставаться во владении тайцев для того, чтобы сохранить землю только за тайцами. Дальше, второй тип недвижимости — это дома, виллы, строения, все, что стоит на земле и имеет под собой отдельный выделенный кусок земли. Такой тип недвижимости делится всегда на две транзакции — это строение и земля. И оформляются они отдельно. Строение всегда идет в полную собственность на иностранца, можно оформить на иностранца или на компанию. И земля, она оформляется в долгосрочную аренду, точно так же в leasehold на 30 лет с двумя продлениями по 30 лет. Существует еще один тип оформления земли, когда иностранец оформляет землю в собственность на тайскую компанию и является в этой тайской компании учредителем. Эта форма собственности считается нелегальной в Таиланде и такая формулировка есть в законе, что иностранцам запрещено владеть землей в Таиланде посредством тайских компаний. Но при этом такая схема используется, потому что 51% компаний может принадлежать только тайцам, соответственно, большинство акций компаний принадлежит тайцам. И такая компания может, по сути, владеть землей. В нашей практике самый правильный вид оформления домов или вилл в собственность, это когда строение оформляется в полную собственность на иностранца, а земля оформляется в легальную аренду на 30 лет с двумя полноценными продлениями, потому что 90 лет это очень большой период времени, которого достаточно для того, чтобы владеть этим объектом, чтобы он был в состоянии пригодным, скажем так, для использования на дистанции для нескольких поколений. Кондоминиумы мы рекомендуем нашим клиентам покупать в полную собственность, потому что это является подтверждением того, что они владеют недвижимостью здесь в Таиланде и не подвержены никаким рискам, связанным с долгосрочной арендой. Продолжение следует...